Песня. Батюшка, попроси благословения. Господи, все сыни Божьи, благослови нас, Господи, всем сердцем и душем принять, Господи, слово Твое, Господи. Не только быть слушателем, но и исполнителем Его. Тебе, Господи, всемилостях нам славится. Благодарение, честь и поклонение Отца Сына и Сухого, Господи, Песня Тебя Бога. Аминь. Аминь. 16 глава, книга Откровения. Первый стих. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам. Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Толкование. Только что из храма вышли семь карающих ангелов. Храм наполнился дымом, и никто уже не мог войти туда. Но вот услышал Иоанн из храма громкий голос, повелевший семи ангелов вылить семь чаш. Чей это мог быть голос? Ведь даже четыре животных, о которых сказано, что они посреди престола и вокруг престола, были вне святилища храма. Это мы видим из того, что одно из четырех животных дало семь чаш семи ангелам, уже вышедшим из храма. Таким образом, очевидно, что громкий голос из храма, повелевший ангелам вылить, совершить суды Божию, принадлежал самому Господу. Господь находится в храме, в своем жилище, куда никто не может войти по причине его гнева. И оттуда дает повеление начаться своим судам. Это похоже на описанное у пророка Иезекииля, 9 глава. И возгласил в уши моим великим голосом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. Иоанн услышал громкий голос из храма. Глаз громотовый в круге небесном. Молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Псалом 76, 19 Прогремел небесный гром гласа Божия. Полились из семи чаш судные дожди на землю. Под землей здесь, разумеется, вообще вся вселенная, а не просто суши на земле. Суды Божии потрясут весь единый мир. Судами семи чаш гнева Божия будет наказано антихристово царство. Так что это последние язвы, которыми оканчивалась ярость Божия. То неправномерно усматривает в описании, в описанном в главе 16, события истории предыдущих веков. Это исключительно события кончины века. Вы хорошо все слышите? А почему эта книга называется откровением? Вопрос. Кто знает, подними руку и ведущий скажет, разрешите. Деяния апостолов, а то откровение. Разве Евангелие не откровение для нас, что Иисус нас любит и умер за нас? Это же откровение для миллиардов людей на земле. Они этого не знают. А здесь откровение об ангелах. Ну, почему? Вы научитесь задавать вопросы и подвопросы. То есть вопрос как будто ясен. А теперь под этот вопрос. Я для примера вот скажу. Сегодня ночью скинули мне материал. Двое, не мне, а между собой разговаривали. А так как у нас интернетное содружество, мы все считаем. Люди, знающие писание, то другое. И один говорит. А вот на меня называют, Игнатий Ильич, а что у него на голове это? Он что? Епископ какой разный. А у меня пилотка. Я ее развернул и вот так вот надел. Он говорит. Я видел, это у святых так делают. Один говорит. Так это пилотка расключена. Как? Я полтора года подходил в Москве к пилотке. Я знал, что она разворачивается. У нее как уши признатые. Ну, надел. Вот под этим еще не смотрел. А почему он военные носит? Один говорит. Ему военные дают. Понимаешь, а здесь вопрос, под вопрос. А почему ему военные дают? В Барнауле было высшее авиационное училище. И они, молодежи я был, у Корниловых когда жил, и они с песнями с аэродрома шли, видимо, пешком и проходили перед окнами. Молодые ребята. Училище, училище, оно прямо на центральном, бывший Московский проспект, сейчас Ленинский называется. И вот пришло время, во власти пришел Ецин, Борис Николаевич. И он принимает решение, видимо, посоветовали закрыть это училище. А у них ограда, больше ограды такой не идет. Там кованая, самокованная, высокая, ну, почти до потолка, высокая такая, со штырями не залезешь. И красиво обкопанная, это обкованная. И когда застали, Москва дала указание, ограду размотировать, в Москву привезти, у них там нет такой ограды. А тут уперлись вплоть до митингов. Не отдадим ограду, мы столько лет ее тут красили, делали, и не отдали. А на это место сейчас юридический институт УВД, Управление внутренних дел. Ну и на закрытие, это такое событие редкое, и я пришел. И как они маршируют, прощаются, и смотри, я говорю, какая власть. А мужчина один стоит военный, да, силы есть, ума не надо. Дескать, в стране беспорядки, нужна милиция, а не самолеты летать. Куда летать-то денег-то не было в это время. Понимаешь, сколько под вопросом. Ну а почему мне дали? Потому что я много лет вел у них занятия. Вот приезжает здесь Щернышоп или Щернов Дьякон, как отец Владимир, кажется. Он оттуда пришел. Вот Слава Волков, это тоже оттуда пришел. У меня были близкие отношения с руководством. А дальше, а почему вот эти под вопросами дальше разворачиваются? И когда они стали закрывать, а над ними главный был, это сибирский, как сказать, не гарнизон, а что-то такое, генерал-полковник Птенков Борис Евгеньевич. И мы с ним списали, что большие палатки, которые брали, тут расстилали, танки закрывают им. Он три дал мне, привезли. Но который везет, говорит, вам три дали. Офицер говорит, а у меня не одно, я одно забираю. Ну, я еще хоть две дали, и то хорошо. А почему он дал? Какие дальше наши продолжения были? Мы за него всегда молились. У нас были кукурузные хлопья, и как только дождь был под этой палаткой. Она была у нас вместо храма, а дальше только алтарек пристроили. И в это время кукурузные хлопья ели, и за дядю Борю молились. И дали мне, что это за 70 шинелей, 70, кажется, как его это называют, кителей, брюк, пилотов. И там красный крест, который есть. Мы оттуда возили сколько? Все повезли стирать где в городе, и нам постирали все целое. А потом звезды на каждое, шесть пуговок, звезды ему везде настроили. Храм, и наверху там, и там закладывали так, и напильником, кто быстрее сделает. У меня выходило за 57 секунд, звезду стереть. Смотри, простой вопрос, который сказал про пилотку, а куда мы приехали? Другое, смотрим мы фильм «Раскол». Режим Николай Досталь. Я спрашиваю старобрядцев, которые там, ну и даже отца Кирилла Сахарова с ними все время. Скажите, а старобрядцы помогали здесь, вот как советник? Ну, конечно, тут уж, ну, ни один мне не скажет, не так, почему. Какой артист, вот там, какой-то крутик, как его играет, Аввакума. И какие слова говорят там, все под контроль брали, старая в лесах. Ну, фильм, правда, 27. Аввакум сказал, говорит, я готов умереть за единый ад, за букву одну. И за этим что? Под вопрос. За 27 ни разу Библию в руки никто не взял. За буху умирает, комара отцеживает. А верблюда проглотили. Не один. За что бились? А вот как пальцы прижать? Да разряд пальца может зависеть моей жизни. Вот скажи, говорю, там, мы старые, старые веры. Старые веры, так почему вы берете с 16 века, а не с 1 века? За 16 веков сколько накрутили? У них сейчас там есть такой Мельников. Ну, хороший просто был. Он за границу успел убежать, его не расстреляли. И старобрядцы. И он говорит, там пишет, выпустили сегодняшнее. Первые христиане молились одним перстом. И приводится три места издана Златоуста. Какими не сказал. Я говорю, так, левой рукой мог креститься? Ну, все говорят, нет, конечно. Правой. А у правой мужчинца мог? Нет, давай по порядку. Это безымянный, это средний, вообще никуда. Как указательный? То есть мы путем рассуждения под вопросиками дошли до того, что первые христиане совершали крестное знамение. А почему? Я стал дальше-то, когда под вопрос ставить, как правильно? Два или три. В том, а другом есть элемент ереси. Почему? Потому что это Троица. На кресте Троица не умирала. А это Богочеловечество, как вот принято при князе Владимире был. Это небеса склоненные, с землей сходятся. Богочеловечество. А на кресте умирало человечество, не Богочьего. Бога нет страдания. Как я вам датал, он говорит, божество бесстрастное. А как правильно? Как правильно? Единый Бог. Вот у католиков правильно. А нет, Петернёй. Ты, Господь всему, воплотившись в Деву Марии, наш, стоящий на этой стороне, переведи на правую посредством пяти рам, полученных на христе. Пять. Здесь всё сказано, богословием. Но я не католик, я так не молюсь. Но я должен правду искать, а не то, что моё, по-моему, чтобы меня трясло. Нет. Это под вопросами. И вот здесь сейчас ангелы вышли. А это занаряжено уже? Ну, мы умные люди, астаблей, будем собирать ООО. Перед войной была Лига Наций, на место ООО, Объединенная Организация Объединенных Наций. Мы можем так договориться, и вот этого не будет, язвы этой. Всей яростью Бог наказывает. Мы не хотим этого, Господи. Ты же сам сказал, я мир принёс. Ну, давайте мы начнём сейчас, и такой мир будет. Написано в 48.10 Еремея. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. И второе проклятие. Проклят, кто меч Господний удержится от крови. То есть я не могу молиться, сейчас у меня ролик стоит. Я не могу молиться, просить мира Украины. Я могу просить исправления. Это меч Божий. А как тогда на Натвитле пришёл? То же самое. Когда там взорвались почти дальше, теперь мечом стал Сталин. Научитесь мыслить под вопросами. Ну, простое. Князь Владимир, когда послал послов, надо веру-то менять. В языщество. Ничего же нет. Дерево поклоняются. Но они попали там, мусульманы. Те стали говорить, у нас вот так, вот так. Ну, и сразу запутались. Евреи, а где ваша родина? Да нас нету, разогнали. Сейчас в первом веке. А куда вы займёте, когда своей родины нету? А когда пришли в Сарьград, и они там были, и пишут. И спасли, верулись, и говорят, князь, мы были как на небе. Я спрашиваю. Послые эти знали? Ну, это греческий язык. Нет, конечно. Воины. Какой язык-то, когда они на севере, вообще они не знали. Так, не знали. А какой рай у них воображение был? Когда умирал какой-то, убивали лошадей, убивали жён, чтобы ему там было хорошо. Такие были? Ну, да. Ну, на каком они небо-то были? Я под вопрос ставлю. Ну, что они сказали, это записано в жития святых. А какое небо? Языческое. А другого они не понимали. По назрям запах ударил какой. Ой, а как они вышли одеты, глаза разбежались, всё в золоте, сверкают у патриарха. Они увидели всё, кроме услышания. А вера от слышания. От чего веру-то избирать? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Они князю Владимиру хоть что-то принесли? Нет. Они икону показали ему и говорят, вот это вот верующая, а вот это во мне неверующая. Ой, этим плохо. А вот этим хорошо. Вот всё, что он мог сказать. Единого предложения из Библии нет. Нет, веру-то избирал какую. Значит, неправильно. Правильно, Бог это делает. Но, однако, Евангелие-то, когда пришли, первый был епископ Михаил, это не принесли. В церкви, может быть, они там считали по-грешески. Перевода-то не было. И как? А ты ещё под вопрос поставь. А как они начали насаждать? А вот икону, посмотри, крещение в Руси. Стоят воины там, на голову выше всех. И меч уперся в землю. И всегда говорили. Князь Владимир сказал, кто не крестит, а тот мне не друг. Я говорю, ну не надо. У князя Владимира сколько было? У Соломона жён. 300 жён, 700 наложниц. Сколько вместе? Тысяча. А у него было две тысячи. У князя Владимира. И у брата Ярополка. Увидел жена покреселее. Брата родного убил, а жену забрал. 2001. И они ему ничего не сказали. Да, красное солнышко, он был щедрый, там, радость наша, питье, там, это всё известно. Ну, дальше-то копните. Ну, надо было тронуться-то. Княг приехал, епископ Максим. Ну, народу-то, а какой был? 988-й, правильно? Это сколько? Ещё тысяча. А Библию вот этот перевод дадут в 1876-м. Почти 900 лет жили без Библии. Да какой же был народ-то? Кого канонизировали? Нигде столько юродивых, канонизировок во всём мире нет. У русских целая книга юродивая. То есть, придумывали. Серфим Саровский говорит, из ста юродивых, или из тысячи, один только настоящий. Ну, ещё, слюни распустил. И вот пишут, как они там съёмно думают, чего же начать-то? Смотрит, собака духлая. Он снял ремень, захватил и по городу пошёл. Ребятишки, юрод, юрод. Всё. Основание положено. Баня топится, женское деление там. Заскочил, бабы-тазиками его. Вышел, который с ним вместе был. Ну, и как дерево среди деревьев. То есть, его не было. А чём? Тут холодная и горячая вода одинаковая. То есть, на чём выходили-то? Ни одного миссионера нету. До... Вспомните, какой был у первяков-то. Стефан пришёл, пермский. Первый. Которые были благовестниками, канонизированы. Даже пять не набирается. Это уже до конца говорил. Николай Касатки, японский. Иннокентий, Вениаминов. Север где-то. Вот четыре, три. Ну, а дальше-то? А первые, кто? Двенадцать. Господь по два. Ну, можно взять во внимание? Массионерские пункты нельзя создать. Это обман стопроцентный. Самые свирепые туда идут. По два. И что? Идите проповедуйте Евангелие всей твари. Ни патриарха, ни подчинённость, ни юрисдикции. Проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасён будет. Кто не будет веровать, осуждён будет. Нам понятно это? Вот это и делайте. Вы дальше-то под вопросами вот этими. А можно убрать это? Нельзя. То, что Бог сказал, это будет. Что будет? Двадцать четвёртая глава. Будут глады. Это голод. У тебя всё разнесут, всё садрают. Жрать-то надо, говорит. Дальше. Моры. Моры. Это всякие. Настоящие. Искусственные. Спит. Ну, всякая холера. Землетрясения. Войны. Брат на брата. Восстание. Народ на народ. Царство на царство. Народ на народ, царство на царство. Разница в этом есть какая-то? Какая? Народ на народ. Это внутри государства. Царство на царство. Это государство. Да, революция и прочее. А царство на царство. Это вот граница, где в гражданину. А можно этого избежать? А дальше написано. И Господь сказал, причисли своими устами, всему надлежит быть. Ну, вот это можно прочитать народу-то. Ну, не убрать это, а подготовиться. И как? Ну, ради избранных не сократятся. Избранный? Избранный – это верующий. Не надо этого слова бояться. Он избрал вас. Благозванных мало избранных. Ты в это веришь, ты уже избрал. Ты еще, а вы как? Вот ты веришь, что Христос умер, ты уже святой. Святой по благодати. А по делам еще не приблизился, как надо. Каждого касается. Надо понимать. Это апостол Павел пишет. Это у вас блудодеяние, которого язычников нету. А начинает избранным святым. Блудники святые. Блудники – это инородный элемент. А остальные все святые. Павел пишет послание святым. Там все с вами единицы. Вот сейчас кто-то написал святым потерявским. Вот это, как сказать, опять смеются над нами. Ну, серьезно-то мы не можем это воспринять-то. А тут надо разделять. По благодати. Он омыл крови. Ты веришь? Да. Все, вопрос снятый. Понимаешь? Вот это что значит под вопросами? Расширить его надо. Отвечая на вопрос, Инат Тихонович, Евангелие – это прошедшие события уже прошли, то, что описывается евангелистами. Евангелие – прошедшее время, говорит, описано. Евангелие – те события, которые прошли уже в Евангелии описано. А книга Откровения – это события последнего времени. Господь открыл через Иоанну. Что ты решил, что они прошли? Ну, там описывается, как Господь жил, как на земле ходил, как искупление прошло. Многократно. В малой степени, в большей и, наконец, как пандемия называется, все охватывает. Если эпидемия – это, ну, в одном месте где-то. Да, это было. Было, но не в таком размере. Сейчас угрожает, который опять будет действовать в 750 раз сильнее, чем до этого было. Это пробный шаг, как сегодня везде пишут. А что это такое? Ну, милость Божия. Мы просим милосердия. И предсказанные вот эти казни, катаклизмы, они на пользу, чтобы мы не 100% отдавали тому. Вот вы слышали, Марфа и Мария. И Господь Марфу-то укорил Марфу и Марфу о многом заботишься. А Мария избрала благую счасть. Она бы могла сказать, Господи, Мария избрала благую счасть? Пошли, сейчас, чтобы идите, слуги. Я сейчас на рядом буду слушать. Еще через полчаса бы запели. А где Марфа? А зачем? Ну, как, архиерей приехал. Ну, кормить-то надо, Марфа-то суетятся здесь. Надо понимать, как, о многом. Вот в этом все слово. То есть, она думала, как лучше, там, пищушки, там, это сделать, чем-то править. Вот сейчас показывают в интернете один дед, 70, 70 лет он хлебопекарем, китаец. Не видели? Это надо видеть, какой у него там вот все делает. И последнее, я смотрел, когда он рыбу ловит сам, и рыбные пироги дальше. И мне говорят, это как у вас. Как он все делает, как у него быстро, с тестом. Ну, там, конечно, машины, блистающие, никелированное, помогают ему. Ему по 90 лет. Видела, да? Это вообще удивительно. И вот то, что мы сейчас говорим, начало я с пилотки, полезно рассуждать самому. Я вслух говорю, а может, не вслух. Ты вот это увидел? Да, вот это да. А как? Меня спрашивают на днях один. Я вот смотрю и хочу вам подражать. С чего начать? Как вы сон обрезали? Ну, я довел, у меня было 20,5 часа в сутки. Дальше я попрылался еще 5 минут убрать и стал засыпать на ходу. Все, дальше я не пошел. А были люди, как Арсений говорит, великий, достаточно монарху одного часа. Ну, как один час? Служба идет, он по стенке поплыл. Ну, опирается на стенку, то уснул. Ну, однако, возьми, Михаил Анжело, там, Архимед, не больше трех часов. Вот здесь, этот, Костник, в Кургане-то жил. Он три часа, я, говорю, днем преподаю в университете. А ночью я, там, на этими, там, разные ноги, ну, после переломов, там, как мы так, я, там, с танками, все. Я точно так ночью что-то делаю, переплетаю книги и слушаю, магитофоны работают. Я, а так, никак. Ну, меня недавно спрашивают они, когда в последний раз вы спали 8 часов? 8? Я вообще в своей жизни не припомню ни одного дня. А как это? А вот ты поставь задачу, Господи, я хоть в чем-то хочу Богу угодить. Вот это себя ты можешь узнать. Узнай, на что ты способен. Сколько дней ты можешь не пить, не есть. Сколько ты можешь, ну, не спать, не раз не спать, а, допустим, ну, возьми полгода. И ты увидишь, сколько уже упущено. А если бы кто-то над нами трудился, вот все рассказывал, вы знаете, какие растут? Вот считаем, на житие Бавиллы. Четверо, кажется, ребятишек у него там, учебу ли он. Их арестовали. Отречься, ни один не отрекается. Ну и давай, дать им палок. Столько, сколько лет. Одному дали 9, другому 11, а одному там 7. А которые не были, как они скорбели. Эх, почему мне не больше лет? Мне бы 12-20 палок дали, это били палками. Они ревновали об этом. Вот мы считаем, что Бенедикт допрашивает их, все пископа. Бенедикт кротко отвечает, ну да, мы собираемся, но власти не разрешают у нас Евангелие. Ну, у нас нету, мы так все помним, говорим. Ну, видно, что правительство, за что их гонят? Хотя вот, а этот, который стоял в Бенедикта рядом, говорит, Владыка, ну что ты перед ним унижаешься? Ты скажи, это пес смердящий, он в ад пойдет. Вот его глаза на лоб полезли. Да не встывай, и обоих казнили. Оба святые. Зачем он пошел на это? Вот считаем мы Стефан. Стефан, первый мужчина. Как он говорит евреям, и все соглашаются, как были в плену. Ну, что с ними было? Ну, видно, что затухает гнев их. И вдруг он резко обменяет. И так явился, когда Христос. Вы всех пророков распинали евреи. И царь, царей явился, на землю его распяли. И камнями побили сразу. Вот когда думаешь, что у него, он разве не понимал, с чем кончится? Мне иногда говорят, ну тут сказал, ты думал или нет? А Ян Креститель умный или нет был? Он разве не знал, с чем кончится? Что у него не было политическая статья-то, не религиозная. Если так, по-нашему-то судить, как некоторые судят. Он только сказал, не на что тебе иметь жену-брата. Когда детей нет, и когда умрет, два пункта он перескочил. Брата убрал с царены, а жену взял. И он его обрещал, он вот смотрит. Вы помните, когда Истирь-то была? И как артак сердца стал. Выпили, и он не знает дальше, что гостям показать. Все губернии, всемирная империя. И один говорит, у тебя самая красивая жена с ним, покажи. А у нее концерт идет. Так вот, он напились, пенщушки показывать не пошла. Что делать? Он даже фильмом показывает, если Истирь, он стоит, что же делать? А советники говорят, убери ее, развенчай ее. И посадству пусть самых красивых выберут, и ты увидишь, какая тебе нужна. А теперь, если вот ее не накажешь, это сейчас пойдет. В каждой губернии, в каждом крае, в области расскажут. И сразу районные начнут своих жен пренебрегать главу. И так и пойдет до самого низа. Если советская жена начнет поставать на мужа. Да, они правильно рассудили. Так и здесь. Наказание должно быть рядом с возмездиями. И все это под вопросами. А просто просчитать. Ангелы, а какие они? Почему? Где они были до этого? Или которые впереди, там тоже ангелы? Тут все разобрано. Вы знаете, кто это материал написал? Отец Геннадий Фаст. Он долго работал, три года над этим. А начало с чего? Я ухожу на работу, он у меня. Вторая строительная, 62-16. Я у меня там с Академгородка, разные люди. Я ухожу, вот этим занимаюсь, вот этим. Отец Геннадий говорит, а мне? И вот что сравнивает со мной? У меня образования гуманитарного нет. Он высшее образование, физик-математик, преподаватель в университете. Ни преподаватель, ни в школе. Я говорю, у меня вот книга поступила по откровению. Займись-то ей. Надо составить полное. И он взял и три года ее держал. И вот что написал. А дальше, когда у него почерк очень красивый, каждую строчку, креточку написал, и где библиейство называется «Сущие», вот это красный, один экземпляр. Ну, видимо, у него был. Что теперь делать? У нас Миша был этот, Буряков. И мы тогда сели. Что делать? К вечеру привезли. А я колокол в заложил. Что сделать? Один экземпляр. А машина стоит около нас, дежурит все время. Кто от нас уезжает, всех обыскивает. Если мы спрячем, у нас будет экземпляр. Если не спрячем, примут ни одного не будет. Давайте, ребята, что-то подумаем. Вот, понимаешь, под вопрос теперь, что мы сделали? В 12 ночи мы всегда хлопали половики. К нам людей много приходило. 12,8 квадратных метров все вместе по стенам. Я делал это хлопал, я поймал голову, а там... Отдело милиции был рядом, это, как сказать, опорный пункт их. И вот так огонь блеснул. Там фонари далеко, дверка-то открылась в машине, да они этого не знают. Она блеснула прямо на нас. Я говорю, машина там, вон там ветвях стоит. Под тополями. Ну давайте спрячемся. Я дорогу быстро перебежал и в кусики сел. Напал на меня страх. Я вот так вижу, вот так вот, дрожит все тело. А не видно, один побежал, дорогие ребята, это КГБ. Побежали вдоль улицы один побежал, там захватить, где... Ну а то, с той стороны они перехватили. Вернулись и все идут, идут так внимательно в кусты и меня видят. Маленько притормозил и пошел. Тут уж не вать сидя еще. Давай совет держать. Давайте насчитывать. Мы не знаем сколько, но сутки, полторы мы насчитаем. А у меня стоит тот студия, магнитопон Маяк 203. Я пенсия была, не пенсия, зарабатывал 72 рубля, а один магнитопон 320. И у меня 14 магнитопонов. Леша, этот, Лечконов взял одной кнопкой, доильный аппарат назывался, срывается. И одной кнопкой, две гонятся туда, скорость 19, а прослушает на 4,7 сантиметра в секунду ленту. Это у меня там, как было, да батюшка позвонит. И хотел, да, на полу сплю. Это значит, я не ложусь спать, на кроватях занято. Тут за этим что было-то где? Это все под вопросы. И мы за два дня полностью насчитали. Три получилось катушки. Три катушки по 8 часов 20 минут. Что делать? Все. Один экземпляр. А теперь, как зарядили, мы начали ехать туда-сюда. Через короткое время, там, сколько-то дней, дня два-три прошло, сто экземпляров. А сто экземпляров стали там тайно ночью выносить, как выходишь, и сразу вниз через пивоварку там, и все понеслось. Вот под вопросом-то еще сколько открывается? Так и ангелы-хранители. Вот они были там, ждали, столько лет ждали. А с какого времени это было дано? Яну, открылось это. А открылось настоящее или прошедшее было там? Тут вопрос на вопросе. А вы знаете, не знаю. Мне не открыто это. Я только знаю, что этого избежать нельзя. Сему надлежит быть. Это обязательно будет. Я могу только радоваться, что меня не будет. Я так думаю, сколько можно было. Если уже, а вам-то достанется, вплотную подойдете. Мор, глады. Все где-то надо копать, ямки, прятать, чтобы кто не шел. Хотя бы подольше продержаться. Рыбу-то все повыловит. Сегодня он пишет что-то. Если сейчас начнется, то из Москвы пробка будет 130 километров. Не 120, а 130. Если сейчас воду не дадут, а оправляться-то будут наверху, внизу по колено будет то, что выходит. И ни одна крышка не удерживает. Ну, 20 этажей, там давление страшное идет. И как, радуйся, что ты в деревне. Что у тебя свой туалет, свой колодец, свой огород. Но я думаю, брат нас не бросит на произвол судьбы. Мы только на улице будем город подметать. Сколько его у него здесь? Не один год можно на том горухе прожить. И вот что мы увидели? Милость Божия, все знания Божия, потому что от него это зависит. И милосердие к нам. Мы-то, если бы жили нормально, так... Ну, а Бог Христос явится, и что бы не было. А так задавал один верующий человек. Да, могло бы быть, но уже сказано. Этому надлежит быть. Это обязательно будет. Приготовьтесь. Приготовьтесь. И вот мы сейчас на месте одного стиха, как мы это увидели, умеет задавать под вопросы. Все ли ясно? Вы когда-нибудь задумались, как князь Владимир сказал, кто не крестится завтра, тот мне не друг. Я говорю, это обман. С такими вещами воины будет он ломать все. Он сказал так. Я нигде не считал, я просто почувствовал. Он сказал, кто не крестит, а тот мне враг. На мечи. А сейчас везде это пишут. Экзегет везде я прочитал. Так понятно, что он так сказал. Булгон считался с нами. В Америке было, когда распространялось там среди индейцев. И кто-то сказал, они идола своего достали. И теперь ему поклоняются. А там селения огромные были. Сразу войска истребили, всех давно уничтожили. А здесь, дескать, перуна-то они сбросили в воду. А там поймали, веревками вытащили. Прости на что тебя сбросили-то. И сразу ему поклонение. Вот калевала есть у финских народов. Народная эпоха. Ему лодку надо делать. Он подходит. Дерево. Ты не обижайся. Я срублю тебя. Ну, ты сидишь, стоишь одно, никого не видишь. А ты там посмотришь море, какие волны. Нам плавать надо. Ты только не обижайся, не опрокинься, когда будем плыть. И он тогда начинает рубить. Это он благословение попросил у дерева. Это вот язычество, которое сегодня. Это их эпос сохранил. Калевала называется. А ведь наши-то родители, вот я вспоминаю, ничего не знаю. Слово Евангелия я никогда не слышал. Не слыхал даже от дедушки Егора. Мать меня, моя Егоровна. Ни разу. Помню, дедушки за упокой какой-то в деревне Карповка умер Мартын. А мы про Мартына знали. Ну и надо, дедушка-то, что-то пятерочку там даст или деньги-то. Ну, стали, ну, как положено, помяни Мартына. А про Мартына была разговорка. Дед Мартын повесил яйца на тын. Ну, и как засмеялись, а прямо во время моления-то, дед, нам шалкушки дам. А дальше продолжили опять читать. Ничего не знали абсолютно. Только то, что мама сказала, страх Божий, огонь вечный. И вот то другое, там, танцевать не-не, пионеры не-не, ну и прочее. Мы-то, ваши-то дети-то, с чего сравнивать? Они буквально плывут в этой благодати Слово Божие. Вот у меня есть одно слово. Богу принадлежит десятина. Ну, это многократно. У Левит написано, у Малахи, там, вторая, третья глава. Ну и что? Ну, десятина. А люди не платят. Вот тебе на заработок, так далее, допустим, ты десять тысяч заработал. А одна тысяча не твоя. Ты заработал девять, а Господь приложил десятую и сказал, верни назад. Ну, это в Ветхом Завете. А почему? Потому что Бог дал землю. Она так и сегодня, Божья земля. Воздух Божий. Свет солнца Божий. Дожди Божьи. Ну, ты Богом взял все работники. Ну, если я мастер, нанимал, ремонтирует базу, естественно, что первый кто, второй разряд, другой хорошо работает, третий, мне четвертый разряд. Я начальник и руковожу всем. И вот здесь та же самая история. Бог все дал. Ему принадлежит это. А с детских заработка ребенок и зарабатывает. Там не трогается. То есть, все объяснено где. Десятина. А если не платят, проклятием вы проклятые. Никакого вина, что ни пьяницы, ни блудники. Господь говорит, проклятием проклятые. За что, Господи? За то, что вы. Вы. Весь народ обкрадываете меня. Не сказал мне, не жертву. Обкрадываете. Это мое. Вы своровали. Мое. Воровство. Вот, Зарство Божие не наследует. А когда вам воруют Божье, это Зарство Святотатис. Если священник об этом не говорит, а надеется про наши священия где-то, где-то. И лучше всего пищание будет. Вот у нас ходят, жили старелками. Живем. Ты научись мыслить глобально. Отсюда. А завтра будет батюшка другой. И как будет? Только так и будет. По-другому никак. К нам вот, которые люди приезжают, они пытаются там установить. Который у нас вот устав, там фотографируют. А кто сделал? Пока ни одного. Другие товарищи, знакомые священники, буквально растерзать готовы. Убери это. Что ты с бабки возьмешь? Ты подумай. А так машина. 2-3 процента со стоимости машины за освящение. 2-3 процента. Вот так. А так-то все бесплатно. Десятина. Да с десятины батюшка еще должен десятину отдать. Он уже должен десятину. Десять человек уже священник прокормленный. Он любит священников. И вот здесь мы когда считаем ангела, а можно задобрить ангела? Никак. А что делать? Молиться и сказать, укрепи Господи. Великое страшное испытание. Грядущее на всю вселенную. Бежать не куда будет. Вот мы считаем 13 глава, 14 стих Исайи. Прочитай. Вот это уже рядом стоит. Пророка Исайя. 13 глава, 14 стих. Внимательно слушайте. Другим передадите. Тогда каждый, как преследуемая серна и как покинутые овцы, обратится к народу своему. И каждый побежит в свою землю. Все. Предсказание Божие, которые сегодня уехали во Францию, в Германию, потянутся сюда. Каждый, написано, каждый, к своему народу, в свою землю. И сколько лет это? Ну, если так смотреть, 2700 лет тому назад сказано было. А было такое возвращались? Да, было возвращались. Но это так, эпизодически. Один, два. Это буквально толпами начнут возвращаться. Вот сейчас показали данные. Ну, Миронов пишет. Это депутат какой-то фракции. Сколько люди живут? В других странах как? За время перестройки сколько людей потеряли? Примерно 800 тысяч каждый год теряются. При царе было каждый год чистая прибыль 3-5 миллионов. О чем Солженицын заботился? Сбережение народа. Этот народ обуздывать не надо было. Он говорит, в первую войну, когда попадали в плен, то среди воров в плену было только русских 2%. Где-то маленько там, ну, утащил и все в плену. В этом чуть не 98. Одно ворье. То есть народ деградировал полностью. Я могу сказать, как начальник лагеря. Каждый год прям заметно, какие дети были и какие делаются. И выход какой? Довериться Богу. И начинать работать. Не думать, что ты в деревне спрятался или полюбил деревню. Распредели время. Сколько будет Мария, сколько Марфы. А без Марии-то скучно будет. Вот когда думает, нам архиерея приехать, батюшка ищет Марфу. А потом снова можешь ширять Марфу. А ты не такая. А без Марфы-то заскучай, небось. Ну, пошли дальше. Второй стих. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделали жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющие на чертание зверя и поклоняющихся образу его. Толкование. Первая чаша гнева вылита на землю. Здесь, в отличие от первого стиха, под землей, разумеется, не весь видимый мир, не вселенная, а именно суша, в ее противоположности моря. Гнев Божий изливается на людей, живущих на сушах. И сделались жестокие, весьма мучительные и болезненные, жестокие и отвратительные на вид гнойные раны. Эти гнойные раны, или нарывы, весьма напоминают нарывы, посланные Богом через Моисея на египтян во время шестой казни. Исход девятая глава. И как там этими нарывами были поражены только египтяне, а езеритяне остались невредимы, так и в кончину века гнойные раны будут на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Верные же Христу будут сохранены от этой напасти. Отмеченные Антихристом своей печатью и пользовавшиеся через то всеми благами Антихристового государства будут отмечены Богом печатью гнойных раны, отвратительных и жестоких. Столь отвратителен будет их вид, что невозможно будет на них смотреть, и они будут прятаться от зоров людских. Столь мучительные и жестоки будут страдания от раны, что на земле они уже притвусят муки гиенские, где червь их не умирает, но вечно глядет и терзает тело. Здесь мы имеем явный пример, как физическая болезнь постигает человека в следствии его греха. Еще продолжается царство Антихриста на земле, но уже начались суды над его подданными. Жажда исцеления в отчаянии обратятся к Антихристу, но он будет бессилен им помочь. Ложные чудеса не исцелят от истинных ран. Как эту первую казнь, так и последующие шесть, должно преимущественно понимать буквально, так как здесь описаны не образы знамения, а непосредственные бедствия, наподобие как в древности были поражены десятью казнями фараона Египет. Однако некоторым моментам в этой главе можно придавать иносказательное, таинственное значение, как почти везде в Апокалипсисе. Иносказательно гнойные раны указывают на мучения и скорбь в сердцах и совести отступников, которые нарывают в них, как гнойные раны, и точат, как червь неумирающий. Вот так проповедуют этот отрат, особенно в этот адвентисты седьмого дня. Вот они приехали в Барнаул, и буквально в каждый ящик, отовсюду своих собрали, ну, на Барнаул, я не знаю, видимо, несколько тысяч было, откупили в Борис Спорта, рядом с администрацией, официально все. Каждый день они платили за аренду сто тысяч. Даже мы их провернем где-то. Они тринадцать дней были, считай, миллион триста тысяч. Но они это ни во что ставят. У них платится десяти на они. И в каждый ящик буквально бросили, чтобы приходить, и в такое-то время, там, книги будут дариться. А книги не просто дариться, а что ты пришел. Если ты пришел, тебе маленький такой отдается, с пищатью. Ну, и десять дней ты приходил к ним, или там, я не знаю, семь или где. А вот ты пришел, и дашь ему вот эти кружочки, сколько, во-вот. Не пропускали, нет, Библия тебе бесплатно. То есть они все время... И теперь, главная тема наша, пятый ангел, из откровения пролетает над Барнаулом сегодня. Вот, вообрази. Сколько наглости или смелости это сказать. Ангелы, каждый раз, гляжу, там смотрят, там, где он пролетает-то, вы просто не видите. И он дальше начинает тут толковать все уже по-своему. А жара стояла такая в это время, прям дышать нечем. Он выходит, какой у вас город прекрасный, какая прохлада здесь. Ну, то есть, ну, выйдет на улицу-то, посмотрели. Мы ходили, стали раздавать приглашения в университете, я вел занятия. Они прямо из рук выхватывают. Тогда их на место поставили. Вам откупили это, а эта территория вам не принадлежит. А он сходил, будто бы епископ, будто тогда Максим был. С чем он там говорил? Ну, он теперь говорит, я был епископ, он одобрал. Я пошел на утро, когда кончилось, бабка одна стоит, вся эта сумка. Что ты, баба, здесь вот? Да крестит сегодня батюшка будет здесь, а там бассейн. Люди приходят. Так это еретики. Как еретики? Так он же говорит, у епископа был. Ну, может, и был, я не знаю, но это не православные, нет. Две общины сразу образовали. Каждая община начинает подвести на одну. А куда? А что, какие требования? Нет. Так, у вас есть, которая разведенная, ну, то разведенная ползала. Так, а здесь у нас есть мужчины разведенные тоже. Мы можем познакомить вас, заходите сюда. Понимаешь, уже разговор идет другой. Женщина интересная. И она, все, ну, только дальше уже надо будет принимать крещение. Адвентисты седьмого дня, АСД. Я тоже ходил. Мы взяли святой воды и вокруг дворца спорта входили и крапели. Они на нас так ополчились тогда, эти адвентисты. Стоят там, кажется, в штанах, одеты, как. Но они, вот в Америке, самая долгожительная двенадцать седьмого дня. У них насчет диеты строго. Елена Уайт написала, вот это нельзя. Елена Уайт, это как у нас Богородица. А кто она такая? Ну, кто-то где-то когда-то там играли, или что-то ей камнем в лоб ударил. И она там проболела и стала что-то там, видите. Кто-то такое вот есть. И они все уже раз в пять прискатывали кончину. В какой день, во сколько часов мир закончат. А он не кончается никак. Люди-то как понимают. Там, в Санкт-Петербурге, услышали в Японии. Это газ военный залит. Затащили в метро. Ну, раз нет пришествия в конце, так ну, ускорим это дело. То есть, сколько людей погибло. Ну, кто-то приговорили, как стрелуют. И вот посмотришь, когда что в мире делается. А главное, это вина наша. Сколько православных на земле? Вот как вы думаете? Ну, я не считал. Статистика в интернете дается. Два миллиарда, четыреста пятьдесят миллионов. А мусульман сколько? Все, не стесняйтесь. Мусульман нету здесь. Никто не будет бить нас. Около двух миллиардов. Это все, я об этом писал, на совести монашествующих. В монахе шли не калеки только. Там сильные духом люди были. Железные. Их не повернешь. К казни он никуда не отступит. Но только Господь видит по всему миру. А мы большие стены мандры построим. А начальник адхимандра. Адхимандрит. Возьми, по хобби. У него мужской монастырь был. И все ли тряпу женские, чтобы не встречались. И там сестра его была. Одиннадцать тысяч. По военным временам чуть ослабленная дивизия. Одиннадцать тысяч. И ни одного благовестника. А там молодой поднимается. Феодор освященный. Ну, молодой совсем. И однажды он сказал. Ты, Федя, он так может говорить. Проведи сегодня занятия там. Монахи как рассердились. Скажется, 75 человек встали, сразу ушли. Молокосовцы какому-то дают нас учить. Ну, я же говорил, кто будет. Мы никто. Я вот сказал где-то. Там один, как кажется, это, сестой. Приготовились в Монахи. Ушли. Полмонастыря куда-то. А там ничего нету. И он тогда караван нагрузил. Хлебу, муки им повез. О, старый хрыщ. Опять здесь. Взяли лама. Там кирки, чтобы убить его. Но, темною, это, в тумане заблудились. Он ушел. Он бросил всех и ушел. Зависть какая была. Он молодой. А он узнал. К нему пришел брат. Как у тебя? Да нормально все. А ты что пришел? Я пришел посмотреть, как ты здесь. Я тоже в Монахе. Так давай сейчас. Сразу я не пойду, я должен посмотреть. Да иди ты отсюда. И выгнал. Попробуй разолпить. А что ты сделал-то? Уж готовый Монах был. А ты его выгнал. Как? Это Житие Святых все это описывает. Ходили бы, говорили. Ну, смотрите. Доходим сейчас. Греция. Теократическое православное государство. Дальше. Азербайджан. Мусульмане. Узбекистан. Таджикистан. Туркменистан. Татарстан. Они дошли. А бывает так. А бывает дальше шагнули еще до этого. Православные. Там православные. Там среди них есть. А они шли. Они свидетельствовали. А я говорю о мусульманах. Вот это все. Два миллиарда. Сегодня выйдут православные. Отсидели. А когда опомнились. А когда уже войска Мухаммадов подошли под Сарьград. И рухнет все. А нам есть чем учиться? Можно. Вот ладно. Это воскресный день. Делать нечего. А вот сделайте на одну неделю. Чтобы каждый день через три часа мы собирались. Все данного мужчины. Маленькие. Больше чего пола. И совершали молебен. Намаз называется. Пятикратные. Пять. Ну утренние допустим. Раз. Через три часа. Каждый день. Даже потеряемки это не получится. Один уехал. Другой вот с ночной. Другой где-то нанятый. А у них. Вот приехали журналисты. Дубаи. Государство такое. Телена Фаура. Она там. Сын у нее. Она там сейчас. Переезжает в Барнаул. Зашел. На 20 тысяч. Мечеть. Да это стадион. Не знаю. Правда это или нет. Ну как пишут. Таких вроде понимал. У Анфима Некомедийского было. Почему у нее где было было? 20 тысяч и заперли. И вот эти люди на работе. А эти пришли. Посмотрели. И у них даже зуваться надо. А больше не пойдешь. А у вас что не молятся? Молятся. Еще 40 минут. Ну через 40 минут подходят. Я пришел. Говорят. Зайти невозможно. Как поклонятся. Как один. Видел как мусульмане клоняются. И поднять их на ура. Куда-то толкнуть. Ничего не стоит. Вот одна женщина с другой у колодца. Говорила. А что он Мухаммад хорошего-то сделал-то? Христос больше сделал-то. А она пересвистала другим. Ее сразу арестовали. Да я ничего не сказала. Только у нее дети есть. Никто не спрашивает. Сразу решение к смерти. Ну посидела сколько на 2-й, 3-й год. А молоденькая совсем. И прокурор выносит решение. Невиновные. Прокурора сразу убили. Прокурора. То есть это серьезные люди. Я не говорю правильно-неправильно. Вот показывают молодые люди. Вот такие вот набрали они. И везут 28 человек. 28 человек. И идут. Ведут. И все ходили в красное. Вот такое вот. И проходят тут какая-то как корзина. Их жало стоят. Каждый, кто сопровождает. В этих руки назад. И ведут. На берегу моря поставили. Вот сюда вот ставят. Одновременно. Только пахнул рукой. И каждый воткнул. И все легли мертвы. Перерезает все. Теперь они канонизированы в Ипиовской церкви. Это сегодня. Показывает на распятие. Вот арестовали у него Евангелие. Ты Евангелие считал? Да. А как страницы листал? Ну вот так вот. Какой парень ты показал? Вот этот. На лапшу его вот так вот режут. Пепло пересыпают, чтобы никогда не заросло. Листай. Это все показывают снимки сегодня. Какие мы счастливы. В такой тишине живем. Какие мы счастливы, что избрали Христа. Христос этому не учит, а учит любить и врагов ваших. Не просто не преследуйте. А противоестественное. Любить врага нигде в природе этого нет. Нет. Мы должны против природы пойти. Любить его. Голоде накормить. Жаждеть напой. И делаясь, если берешь горящие угли. Вот уроки, где проходят. А, ну, а рядом. В Китае какому богу поклоняешься? Кто знает? Как зовут? Кришнаиты, там, дауцисты. Это не китайские боги. Вы слышали так? Может быть. Будда. Это не бог. Это человек, достигший состояние покоя нирваны, называется. И таких Будд у них миллионы. Миллионы. У них бога никакого нет, который вот я умру, мне отмечать. Этого нету совсем. Это что от них можно ожидать, если они придут? Ну, отношения хорошие пока. Надо молиться за Китая. А там проповедуют и обращаются. Китай много. Их сильно преследуют. И кто? Протестанты. А видели православный? Видел. Там православный езд. В Иге Олег Стеняев ездил. Ну, как питаются, там все рассказывают. Мы счастливые. Счастливее всех на земле. Давай. Третий стих. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все удушевленное умерло в море. Толкование. Первая чаша была вылита на землю, на людей, живущих на суше. Вторую чашу вылил второй ангел в море. Под морем здесь, разумеется, настоящее море, окружающее сушу и наполненное рыбой и всякими другими морскими животными, и играющие важную роль в жизни общества. И вот, во время второй казни язвы, в море сделалась кровь, как бы мертвеца. Под этой казнью можно предполагать совершенные пророками Ильей и Инохом, которые имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язву. Подобное действие мы видели и во время второго трудного гласа, когда третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть удушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Вторая чаша, как бы повторяет бедствие второй трубы, но еще в большей мере. Причем вся вода в морях сделается не просто, как кровь, но кровь, как бы младенца, мерзвеца. Мерзвеца, свернувшаяся, темноватая, зловонная. В результате все воодушевленное умерло. Как в морях и океанах, занимающие большую часть земного шара, вместо вод будет кровь, как бы мертвеца. И наполнено все это будет всякими мертвыми рыбами и трупами морских животных. Такая страшная казнь постигнет людей антихристовоцарством. И так уже мучающихся гнойными ранами, поразившими их тела. Здесь некогда в Египте, а если некогда в Египте каждая казнь была кратковременной, то здесь с наступлением следующей казни мы не видим прекращения предыдущей. Одно бедствие налагается на другое и действует одновременно с предыдущими. Параллельно с этими природными бедствиями будут идти и страшные кровополитные войны. Так что вместе с превращением вод в кровь моря оскорняются еще и кровью человеческой. В наше время нам не так уж трудно представить такое бедствие. Воды земного шара и так уже в большей степени заражены и ныне уже готовы все смертоносные средства, чтобы отравить все воды и все во всех морях. Так постепенно мы уже приблизились к тем страшным дням. Видите, это богослужение. Никогда не считается откровением. Объяснение я нигде не нашел. Оно при этом уже было на 85 правило апостолов. Там Ганг, Фессавон, Ладикея. Три раза набор идет, какие книги нам можно. Послания там были. Клименты их убрали. В Новом Завете они были. А другие были. Третьих книг изра вообще никогда не принимали. А почему? В свитках не найдено было. Она была найдена у католиков. Брестельская Библия идет. Я интересовался этим. А когда Лопухина просчитал, все прошедшее. А прошедшее меня интересует. Ну и вот это вот все будет. Как мы будем реагировать на это? Язва отвратительная, гнойная. А почему? В каких местах? Ты сам думай. То есть, как правило, там, где мы вмешиваемся в природное. Природное. Вот человек говорит, а я думал. Думать не надо. Ты больше на природе будь. У нас мать ходила всегда босиком. А сейчас не скажем босиком, а бисиком. И чтобы мать лежала во время, когда тогда. Я ни разу не помню этого. Что такое билетень, мы даже не слышали. А лечитесь как? Трудом. Однажды мать говорит, у меня что-то жар какой-то. И на печь полезла. Ну, простыла. Маленько полежала. А Ось, это сын. Он работает, там, за телятами ходит. А на улице холодно. Пойду я ему помогу. Уфайку надела и ушла. А стало работать жарко. Она купает у стилов без уфайки. Вечером пришла. Ничего не болит. Вместо того, чтобы лежать. Это я только что помню. А вот это Слово Божие не было. Но я когда-то уже услышал. Екатерина Неконоровна. Фамилию не знаю. В Корчевской школе. Такого-то надо спросить, как фамилия ее. Она преподавала, кажется, геометрию. И у нее мать была бактистка. И говорили, что у нее есть Библия. Но я слышать-то слышал, а не видел Библию. В 23 года только первый раз я увидел Библию. Иногда спрашивают, а что бы вы хотели в своей жизни переменить? Вот я. Я ничего не хотел бы менять. Я что хотел, то получил. Но 23 года это слишком много. Сколько было у меня друзей. Я очень компанейский был. Никому же не сказал, как должно. Потому что сам не знал. А вы-то все это знаете. Вы больше не пишите. Конспекты какие-то. Я в прошлые годы давал книжечки маленькие, чтобы законспектировали, о чем говорится. Книжечки все эти не православные. Ну, написаны хорошо. Но учитесь так. Не осуждать, чего не знаешь. Ну, где-то мы приехали тут, Завьялов или где-то. Ну, и пошли по домам отдавать Евангелие. А бабка, она пришла, потом вторая, третья. И говорит, а тут какие-то люди были. И раздавали вот такие маленькие книжечки. Я посмотрел. Е, Х, Б, Ц, Ц, Совет Церквей. Это отделенные баптисты. Ну, и бабки сказали. Священник сказал, принесите сюда все, ибо их сожжем. И в церковной ограде сожгли. А бабка одна говорит, а я не отдала. Не сказала, и все. Я говорю, а принеси. Когда она принесла, посмотрели, я стал считать, как бабки взялкали. Да тут же все божественно. Я говорю, все божественно. Да как же отец Трофим сказал, надо сжечь. Ну, откуда я знаю, как он сказал, я же его не вижу. Поэтому сами смотрите, сравнивайте с Библией. Можно было без этого обойтись. А они не православные. Это не главное. Если сходятся с Библией, то тебе это никак не повредит. Оригин. Его не канонизировали, а у него были учениками такие, как Василий Великий другой. Между собой даже разговаривали, от Бога у него это или от природы такое. Ну, столь много знал. Гнек запла оригена, кажется, есть. Это с талцами на шести языках идут. Арабский язык там какой тогда был. Был или не был там в то время. Этот латинский-то. И вот я еще маленький под вопрос хотел задать вам. Вот иногда встречается, я конкретно называю, со священника снимаю в сад. Он, ну, один послушается, а другой нет. Продолжает так же. На дому люди приходят, он совершает, и тут где, и там все. А уже запрещенный был, а потом сняли. Михаил Махов. Он где-то, уже два выступления там против меня. Я посмотрел на него, у него слова какие. И вот здесь я как раз сказал отцу Владимиру, в головину было. Вы его знаете, да. Я говорю, смотри, он как говорит. Было там шестьдесят Евангелий. Откуда он взял шестьдесят? Нет, он не назовет. И а четыре, которые, да в них противоречие столько. В Евангелиях противоречие. Понимаете, это богохульник. Я вам докажу в течение одного счастья, любому, даже меньше, что наш перевод русский называется «Синодальный». Вот здесь так написано «Синодальный перевод». Самый лучший за всю мировую историю. И в нем нет ни одной ошибки. А почему так думаете? Ну, вот вы знаете, немцы очень любят, кто основал у них эту литерарскую церковь, Мартин Лютер. Как обдумали, вот когда-то я ехал со своими товарищами в лесу, показываю. И вдруг налетели какие-то воины. И, значит, ну все руки подняли где-то. А они его из кабинки-то вытащили, на коня гванули, приехали. А где Мартин? На нас напали. И куда-то ускакали. В ночное время мы еще могли сделать-то. Нету его. А что? А это один князь немецкий так построил все, чтобы никто не знал, где, в какой стороне. Они только проскакали, а там вокруг околка. И другой, у него замок есть, там не подойдешь на горе. И он туда его поместил. Сказал, Библия твоя. Ты знаешь еврейский язык? Знаю. Урещеный монах был. А ты знаешь, что такое? Тогда переводили. Ну и еще одно. Вот, али, там, поменьше санкта. И они перевели Библию на родной немецкий язык. Один. А у нас переводили четыре духовные академии. И какие были переводчики? Мартинон Немец. А здесь переводили Хвольцов, Данила Абрамовича. Хвольцов, принявший православие, доктор филологии, кажется, Лейтинского университета. Еврей. С такими знаниями. Вот у нас Евангелие от Матфея. Псалтерь переводил Герасим Петрович по, вот, как папски. Никто не канонизировал. И при том, у синода православного три дня приемные были. Три дня. Чем они остальное время занимались? Это у них как архиереи. А три на проверку Слова Божия. Такие, как Филарет. Вот канонизировал Дороздов. И они сравнивали с оригиналом и утверждали. Где замечены были недостатки или что-то. Были ли они замечены, не знаю. Все принимали. И потом уже, после общего обсуждения, вышел впервые церевод. А не так, что сегодня кто-то узнал. По словарю посмотрел, как слово это означает. У слова много значений. А это переводчики, когда переводили, они сравнивали с латинским. Потому что это вульгата и эронис. Стридонский перевод. Джером он называет. Есть такие, которые знают арабский язык. А уже переведено было. И самое главное, они смотрели, как это слово переводил златоуст. Василий Великий, Григорий Богослов. То есть, слово многоыгранно. И они смотрели по трудам их. Но разве Мартин мог это значит смотреть один? Это немыслимо. Академии работали над этим. Поэтому наш перевод, за него держись. Не позволяй никому слово сказать против. Тебе не нравится? Не хочешь? Оставайся. Другие мозги не порти. Наш перевод наилучший в мире. За всю мировую историю. Запомни эту фразу. Все. Вопросов после нету. Занятия охоченные. Вопросы? У нас занятия идут в интернете. Ты знаешь наши? Нет? Ты выйди на меня по скайпу. Я тебе скину все ресурсы. Занятия идут сейчас. А потом полчаса я отвечаю на вопросы все время. Полчаса мои. Если ничего нет, благодарим Бога. Запорédенное. Прямо субтитров. Иван Павлович, помолитесь, поблагодарите Бога. Господи, благодарим Тебя за это собрание. Тебе слава, честь и поклонение подавает Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе! Аминь! Слава Тебе!